Привет, мои дорогие! У нас наконец-таки тепло, прям не верится, чудеса, что можно вот так ходить в кофточке с коротким рукавом. Удивительно, солнышко, поэтому я в очках, все равно делаю легкий макияж и без помады, но никак не могу, так хочется чего-то яркого и красивого. Ну, знаю, что сейчас надену маску и все, все равно это смажется. Кстати, фехи помады, я имею в виду матовые, такие вот засыхающие. Так, у меня нет, у нас запахнет. Засыхающие помады вообще не могу носить, у меня и так губы сохнут, просто для себя. Так, дойти до магазина, а дальше маска, маска, маска. Сейчас иду в магазин за кое-какими продуктами, ужас, у нас там машина какая-то приехала с водой. Те, кто заказывают воду на дом, это такие огромные бидоны с водой, только теперь их грузят, такой грохот по всему району, когда маска, а я друг напротив друга, что эхо. Смотрите, какая прелесть, у нас не только ирисы здесь растут, еще и маки. Красота! Все, покупки сделаны, хотела ответить на ваши вопросы. Многие спрашивают у меня, почему я не снимаю рум-туры, так называемые, то есть я не показываю почему-то очень подробно всю свою квартиру, и где, в каком ящике что лежит, как лежит, как я все это организовала, и спальню, с какой стороны спит муж, с какой. То есть я считаю, это лишнее. Я рассказываю, да, у меня жизненные влоги, но я говорю о том, что считаю нужным открыть на аудиторию больше, чем моя семья. Спасибо вам огромное за ваше внимание, но, мне кажется, каждый должен решать сам для себя, насколько это нужно, ему важно, и, наверное, если бы я была специалистом по оформлению квартир, дизайнером, то, скорее всего, моя квартира должна была бы быть примером для подражания, тогда бы я, наверное, действительно в качестве примера, если бы я брала заказы, снимала бы рум-тур. Подробно говорила, как я оформила, и как лучше оформить, и как дешевле, или, я не знаю, дороже, моднее оформить кухню, спальню и так далее, как все спланировать. Но, поскольку у меня другая профессия, то у меня и интересы другие, и я считаю, что все-таки, ну, это только мое мнение, должно что-то оставаться и за кадром. Я не в реалити-шоу участвую, и мне обязаны рассказывать, где у нас лежат деньги, и как мы спим. И еще очень часто задают вопрос по поводу дочки, почему она редко появляется в видео, а еще снимаете свою маму и показываете нам ее день и так далее. То есть, ну, я понимаю, что есть какой-то интерес, и я очень признательна, но у них своя жизнь, и это их решение, участвовать или не участвовать в видео. Просить еще рассказать, где она учится, адрес института, рассказать что-то о педагогах. Видите меня правильно, я не занимаюсь рейтингами институтов, и даже если отзывы хорошие или плохие, я не планирую об этом снимать видео. Мне это неинтересно, понимаете? То есть, я уважаю личное пространство тех, кто живет со мной, и то, что муж отвечает на вопросы зрителей, это его личное решение, это просто помощь мне и моим зрителям в разборе некоторых сложных тем простым языком, которые довольно сложно разобрать самому, когда ты не имеешь такого образования, такого опыта и научной какой-то работой не занимался, как он. И спасибо ему большое, что он принимает в этом участие и иногда отвечает на наши вопросы. Но делать все, что хотят другие, я просто не могу, потому что я с уважением отношусь к тем, кто живет со мной, тем, кто любит меня. И их личное пространство я вторгаться не планирую. И были еще такие странные предложения, как то, например, у вас размер size plus, вы прекрасно смотритесь в кадре. И, может быть, вы будете, как некоторые девочки size plus, показывать нижнее белье, то есть делать заказы, и, возможно, связываться с какими-то компаниями, которые высылают на примерку одежду. И у нас такая проблема, мы не можем себе хорошее белье найти, недорого. И вы, может быть, тогда будете и более популярной. И, ну, естественно, если Глышом сниматься, конечно, миллион людей подключаться, сразу смотреть на такие прелести. И, ну, или это фрикова будет выглядеть. Я уж не знаю, как в моем возрасте это вообще нормально такое предложение. Я не знаю даже, что ответить на этот вопрос. Я не планирую сниматься Глышом. У меня другая профессия, другая работа. Для этого нужны специально обученные женщины. И мне кажется, что это не мое, это мне не идет. Я уж не знаю, как объяснить, но это вот точно совершенно не в контексте моего канала. Ну, и, естественно, финансовый вопрос тоже не обошел меня стороной, причем в странном контексте. Вот вы говорите, что вы так скромно-скромно живете, а у вас две компании. И в учет мне берется шесть детей, естественно, и родители, которым мы тоже помогаем. И, кстати, тоже задавали вопрос, а что же вы не рассказываете о том, сколько вы зарабатываете, и на YouTube в том числе. Ну, на YouTube я вам уже говорила, несколько лет назад это было 100 долларов в месяц. Сейчас совсем вот такая прям плачевная сумма. То есть это просто смешно, сколько времени я трачу, сил. И все равно это мое любимое хобби, я все равно буду этим заниматься. 40 долларов в месяц. Вот такая сейчас оплата за рекламу, которая размещается в моих видео. Естественно, с моего разрешения, это понятно. Но если совсем только вкладывать и ничего не получать, даже в приятное хобби, ну, я думаю, даже садоводы поймут меня, что хочется получать хотя бы какое-то громадное-громадное удовольствие от цветов. А когда даже и цветы не цветут, ну уж совсем, тогда надо менять хобби. Поэтому я не считаю лишним говорить с вами о том, что канал хорошо бы поддержать. Именно поэтому появилась кнопка спонсорства, где вы можете поддерживать канал лично от себя. Уж совсем какой-то минимальной суммы, но тем не менее, это будет просто поддержка вашего внимания и ваше уважение к тому, что я делаю, что мы для вас делаем. Я надеюсь, что наши видео, они доставляют вам удовольствие и как-то расслабляют вас, ну и учат чему-то новому. Ну все, ответила на все ваши вопросы, побежала готовить что-нибудь вкусное. Мы же сейчас будем делать вкусный рулет с яблоками и орехами. Тут у нас уже подходит тесто, рецепт вам оставляю, как всегда, оно несложное, дрожжевое тесто. Давайте пока его прикроем. Тут у нас немножко подсыхают, карамелизируются орешки, это грецкие. Также для этого рулета нам понадобятся яблоки, любые можете использовать, какие есть. Апельсиновая цедра, можете натереть лимона или апельсина или, в общем, белого цитруса, просто стереть с фрукта. И либо корица, либо вот такая приправа, памкет спайс, мы заказываем на хаб, я вам ссылочки оставляю. Здесь целый набор и корицы, и мускатный орех, в общем, все для выпечки. Также я ее, как вы знаете, и для приготовления рыбки, для облагораживания вкуса рыбного использую. Используем сахар, ну, в общем-то, их все ждет. У нас уже готовы, приобрели они характерный такой очень приятный аромат жареных сладких орехов, то есть чувствуется сразу. Да, они у нас были сырыми, если вы приобретаете уже жареные, естественно, с ними ничего не нужно делать. Но нам высылала бабушка орехи свои с Украины, которые у нее растут около дома, ореховые деревья. Вот, так что мы использовали то, что у нас уже было. В начинке у нас будут яблоки, мы их мелко нарезаем, смешиваем с орехами, с сахаром и припудриваем немного корицей. В тесто добавляем апельсиновую цедру, обваливаем его в муке, раскатываем тонким слоем. Выкладываем начинку, оставляя небольшой хвостик. Когда начинки много, или, например, это ягоды какие-то водянистые, то есть риск, что очень много сока будет вытекать из вашего пирога или рулета. И тогда сверху начинку стоит присыпать небольшим совсем количеством крахмала. Ну вот, вот так будет достаточно распределить его ровненько. У меня тут муж уже рядом, он тут кашляет, он заявляет, что он тоже тут принимает участие. Вот, вот так, я думаю, этого будет достаточно. Делаем надрезы и после того, как мы уже закрутили наш рулет, мы делаем фигурную укладку верха, для того, чтобы был рулет более красивым. Смазываем рулет сверху маслом и отправляем его запекаться. Ну вот и все, наш друг в печке, будем его запекать при 180 градусах. Ну, посмотрим, как подойдет, возможно, минут 30-40 будет достаточно. Оно лезет у нас из-под носа. Это не у нас. У меня. Какая прелесть. Ну ладно, подождем еще некоторое время. А что, она еще не готова? Мне кажется, еще нет, надо чуть-чуть подождать. Я так щедро посыпала наш рулет сахарной пудрой, что сама удивилась. Ну, в общем, вот такая красота получилась. Сейчас будем разрезать и посмотрим, как это все внутри. Внутри все сочно, очень много начинки, но, смотрите, ничего не вытекло. То есть, вся начинка осталась внутри и она как будто бы немножко желирована. Это происходит из-за крахмала. Обязательно попробуйте приготовить такой рулет с другими, возможно, ягодами, фруктами. Но непременно добавьте грецкие орехи. Это безумно вкусно. Уж появляются дома, и у нас сразу вкусные ягодки. Ну и как, Володя? Съедобные уже? Или так? Цена не съедобная. Да? Ягодки хорошие. Ну, такие упорством вытащенные из земли. С упорством? То есть, их гнали пинками, чтобы они наконец выросли. Ну, это московская. Нет, это Азербайджан. Азербайджанская. Я имею в виду, московская еда у нас, она вся такая. Видите, Бет с открытым ртом у нас сидит. Дышит. Так набегалась, так наигралась, что теперь пытается охладиться, как тигра. Дышит. Давай сейчас попробуем понять. Вот, вот, видишь? Вот это она, Бет. Пойми, что это делают люди. Мне кажется, она поняла, что это делают люди, но ей это как бусинка. Какая-то игрушка. Она не может никак от неё оторваться. Господи, она аж подпрыгивает от счастья. Смотри, всё. Она там живёт. Она живёт. Боже мой, Бетсик поняла, что там живёт. Ой, ушла навсегда. Смотри, раз, в дырочку и спряталась. Всё, ушла. Всё, ушла. Больше нету. Всё, не будет больше сегодня. А то ты с ума сойдёшь уже. У неё сознание поворачивается. Всё. Бетсик. Да, там кто-то теперь живёт. Ой, смешная кошка у нас. Всё, говорит, я теперь здесь буду её караулить. Караулить бы, да. Да? Как ты смешно разговариваешь, Саймон. Глупенькая, маленькая. Ты ведь всё сразу понял, как только я показала, что это. Саймон сразу сообразил, да? Да, говорит, я сразу всё понял. О, о, там что-то. Выйти, выйти, всё, всё. Она ушла спать. Да, и смотри, она у меня такими глазами. Ой, смешная. И сейчас хочу показать, чем я пользуюсь и чем я довольна для снятия макияжа. Здесь будет небольшой эхо. И, как вы видите, подсветка далеко не идеальная. Но как я буду снимать макияж, будет видно. Итак, у меня вот такая водичка от Плияна. У неё хороший состав. Мицеллярная вода. Очень чувствительная кожа подходит в том числе. У меня как раз такая. Я обычно мучаюсь от того, что щиплет от всего глаза. Вот это как раз средство мне очень подходит. И совершенно не раздражает глаза. Здесь удобный дозатор. Я наношу на 2 ватные. Не скрапитываю. Но так, чтобы, конечно, не текло прям. Иначе тушь в глаза затечёт. И небольшими промакивающими движениями прохожусь. Вот так снимаю брови ещё. И какую-то яркую помаду. Например, если у меня была помада очень-очень яркая. И консилер, который я наносила сегодня в зону Т. И SPF, самое главное. Обязательно нужно хорошенько удалить. То есть, недостаточно бывает пенки. И иногда можно обнаружить потом следы от SPF в виде прыщей. То есть, если вы как следует SPF не снимаете, то будет высыпание. Итак, у меня вот такой вот Хемиш Олкалинбал. Мне он нравится. Когда-то давным-давно мне его присылали попробовать. Но я его и до этого знала. Сама заказывала сайт. Здесь такая вот, видите, двойная упаковочка. Специально ещё донышко есть для ложечки. Зачерпываем, ну, примерно вот такое количество. Этого будет вполне достаточно, чтобы снять и с лица, и с зоны шеи. Бекольте SPF и какую-то косметику. Бальзамы такие очень любят корейцы, японцы. И потому что у них очень подвержена кожа фотостарению. Часто появляется пигментация, даже чаще, чем у нас. И они всегда стремятся, как следует, защитить свою кожу. И поэтому используют SPF многие. Даже на ночь, представляете. Уже я не знаю, зачем на ночь, но тем не менее. Такой уже у них страх. Те, кто следит за собой. Красота, красота. Да, и они так переживают за то, что кожа у них не в тренде, не белая. С какими-то веснушками или пигментацией. Часто это не похоже, конечно, на веснушки. Некрасивые пятна. Вот. Таким образом наносятся все гидрофильные масла и бальзамы, которые в таком густом состоянии находятся, а они превращаются в маслица при растирании на сухую кожу. Очень важно именно на сухую, потому что многие используют на мокрую. И оно сразу же начинает гидрофильное масло или бальзам пениться и превращаться в эмульсию, в молочко. И в итоге оно не смешивается с себумом и со всеми косметическими компонентами, которые попадают в поры. И потом просто не вымывается как следует косметика. Поэтому не делайте эту ошибку. Следуйте правилам при использовании гидрофильных средств для снятия. Вот так, видите, выглядит масло. Если к нему добавить воды, и я еще немного массирую для того, чтобы прям идеально все смылось. Здесь волосы, ничего страшного, что я намазала сейчас в душ. Все смылось. Да, сразу покажу вам пенку, которую я сейчас использую, моя любимая. Приятно, обожаю ее. И здесь вот такой механизм, то есть вам нужно перевернуть ее, и оп, она дает воздушную пену. Потрясающе. Кстати, это очень-очень экономичное средство. У меня полгода уже. Первая баночка, вот полгода или даже больше у нас стояла в душе. Да, наверное, больше. Представляете? Оно вообще не сушит кожу, вот эта пена, и не дает ощущения стянутости после умывания. И вот как раз-таки такие гидрофильные бальзамы, масла. Идеально смылает. Средство недорогое, но при этом идеально подходит чувствительной коже. Обязательно обратите на него внимание, и оно как-то бесконечное. Все-таки детство, Саймон, да? О, господи, Саймы! Ай, боже мой, она косеет так. Зато смотри, сколько энергии, сколько счастья в глазах. А Бэльси сидит и боится подходить. Ну, он так прыгает, конечно. Если красиво, уже сбил. Лошадка наша. Маленький мальчик. Нечестно, да? Скажи Саймон, нечестно. Не дают поймать. Дай поймать хотя бы разок-то. Он ловил. Он ловил. На ногу. Я ловлюсь каждый раз, когда он меня по пальцу бьет. Ага. Саймик наш. Маленький котик. Масенький зайчик. Совсем масенький. Все еще играет. Да. Чем дольше он играет, тем веселее. От всего сердца благодарю вас за ваше внимание, за то, что вы были сегодня со мной. Буду признательна, если поддержите канал, комментарии, мод пяти слов после просмотра и поставите пальчик вверх, если видео вам, конечно же, понравилось. И также буду рада видеть вас в числе спонсоров своего канала. Всем желаю прекрасного дня, отличного настроения и, конечно же, будьте благодарны за то, что имеете. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин